Дана прямая и точка на ней не лежащая. Провести прямую через данную точку параллельно с данной прямой. Смотрите, что пишет Александр Ханевич. Вот один из способов. Пусть даны прямая и точка. Проведем через точку какую-нибудь прямую, пересекающую прямой L. Искомая прямая пересекает прямой M под тем же углом, что и прямая L. Так что надо просто отложить этот угол от прямой. Можно выбрать угол пересечения прямым. Опускаем перпендикуляр, потом из той же точки выставляем перпендикуляр. Впрочем, ребята, Шейнгин – профессиональная математика. Это человек, который написал довольно много книг. И в качестве построения он пишет, ну, мягко скажем, не самый лучший способ. Вопрос – почему? Он работает на широкую публику. Нет. Все проще. Так кто что-то привыкли делать, то даже… А я его, кстати, очень уважаю. И я не зря именно по его книжке работаю. Я действительно считаю, что это замечательный человек. Он где записал кроме этого книжки еще много всего, что советую почитать. Так вот, даже Шейнгин, как его в школе учили, так он и пишет. Ребята, огромное количество педагогических приемов, как привыкли, так бездумно повторяем, повторяем, повторяем. Каждое следующее поколение выходит учить предыдущее, чаще всего даже не осмыслив свой опыт, а просто выходит учить, потому что нас же так учили. Значит, и мы это повторим. Решение математики – весьма высокая квалификация. Разумеется, он понимал, вот если он задал себе вопрос, как эту самую параллельно-прямую проводить, то, разумеется, это построение, о котором я сегодня рассказывал вам, ну, разумеется, он бы догадался. Уж, небось, он знает, что такое трапеция и так далее. Но, традиция, наши бредки стучались лбом, и мы будем так же. Я расскажу вам соответствующий эксперимент про обезьянок. Обезьянка же все гораздо виднее, чем на людях, а по большому счету мы одно и то же, кстати, как бы, ну, не такая сильная разница, да? Так вот, знаменитый эксперимент с промыванием риса. Жили-были обезьянки в Японии, и им давали еду. Еда была довольно вкусная, но давали ее так, что они сразу начинали ее брать, раскидывали на песок, и в результате они брали ее с песка прямо в рот. Не то, что невкусно, а когда у вас песок на еде, то зубы очень быстро портятся. Представьте себе жевать банан, покрытый весь песком. Жусь их, правда? Да, это так. Было долго-долго-долго, и вдруг случайно одна обезьянка, когда далась, она свою еду, грязную эту с песком, взяла и к морской воде, и несколько раз провела, поплутыхала. Вдруг еда стала вкусной без песка. Ну и она, естественно, побежала всем показывать. Все помнят, что произошло дальше? Все знают? Сено, сено, сено. Нет, ни в коем случае. Потому что по традиции все равно. Так стали делать только те обезьяны, которые моложе, чем она. Почему? Убрали свои языки. Потому что не может учиться более старший у более молодых. Не может. Да невозможно так. Ребята, у огромного количества биологических видов обучаемость, в принципе, после достижения некоторого возраста, увеличается. У людей, на самом деле, с этим лучше. У людей обучаемость, что называется, включая, пока не у всех, а повторюсь, это не до конца. Но, тем не менее, это яркий пример того, что называется педагогическая традиция. Ребята, только благодаря педагогической традиции так мучительно, трудно в школе учить многие математические задачи. Потому что так принято. 200 лет назад так делали. И 300 лет назад так делали. И человек для того, чтобы поломать эту традицию, должен предъявить очень сильные аргументы. Дело в том, что каждый следующий учебник, он практически всегда переписывается с будущего. И даже если кто-то догадается и внесет какое-нибудь хорошее изменение, все равно следующий учебник опять перепишут, уничтожат эти изменения хорошие. Любая новая мысль пробивает себе дорогу. Образование консервативное. Кстати, плохое тоже, в общем-то, с трудом приживается. Продолжение следует...